После распада СССР в начале 90-х один за другим разваливались самые серьезные и разнообразные военно-технические проекты наиболее совершенных на тот момент систем вооружений. Заканчивалась эпоха буранов и акул. Начиналась эпоха, где главными ценностями становились малиновые пиджаки и толстые цепи из дешевого турецкого золота. Но несмотря на всю драматичность событий того периода, фиаско коснулось не только советского ВПК. В том самом 1991 году, в времени развала СССР, объединенная команда от компании Boeing и Сикорский представила миру проект высокотехнологичного разведывательно-ударного вертолета RH-66, который стал победителем конкурса LHX — легкий экспериментальный вертолет. Данные вертолеты предназначались для замены хорошо зарекомендовавших себя боевых вертолетов Bell AH-1 Cobra, многоцелевых и самых массовых американских машин Bell U-H1 Huey и легких разведывательных вертолетов Bell OH-58 Cajowa. В начале 90-х в планах было строительство до 6 тысяч вертолетов в разведывательном и многоцелевом вариантах. Общая стоимость разработки этих машин оценивалась в 2,8 миллиарда долларов, а стоимость производства доходила до 36 миллиардов долларов, что делало программу строительства нового легкого экспериментального вертолета самой масштабной из всех вертолетных программ США. Началось все в начале 80-х, когда в рамках стартовавшей программы LHX к новым машинам было предъявлено очень серьезное по тому времени требование по максимальной скорости полета, которая должна была составлять до 500 километров в час. Помимо скорости ставилась еще одна более важная ключевая задача — снижение заметности вертолета в радиолокационном, инфракрасном и акустическом диапазонах. Вследствие этого возникала необходимость размещения вооружения во внутренних отсеках. Победитель в данном конкурсе мог рассчитывать на долгосрочные стабильные заказы от Пентагона. Поэтому в борьбу за такой куш вступили все самые крупные игроки авиастроительной отрасли США — Белл, Боинг, Сикорский и Хьюз. Все они представили собственные проекты со своими преимуществами и недостатками. После длительной работы уже во второй половине восьмидесятых годов, требования по скорости были пересмотрены. В ходе продолжительных исследований стало очевидно, что полноценно выполнять боевые задачи на скоростях до 500 километров в час экипаж не сможет. В 1987 году проект был существенно урезан в финансировании, что повлекло за собой отказ от создания многоцелевой версии вертолета. Будущему претенденту на победу оставили только разведывательно-ударные функции, а общее количество машин сократили до двух с небольшим тысяч. Ограничения в финансировании привели к тому, что для оптимизации дальнейшей работы участники конкурса были объединены в две группы — Белл Хьюз и Боинг-Сикорский. Свои проекты разведывательно-ударных вертолетов компании представили за год до распада СССР, в 1990-м. На фоне изменений геополитической обстановки в мире заказ на охотников за советскими танками был снова урезан Пентагоном, уже до 1300 единиц. В январе 1991 года было объявлено о том, что конкурс выиграл тандем Боинг-Сикорский, а их машина получила название RAH-66 «Каманч», как и положено по традиции для американского вертолета по названию одного из племен индейцев. При этом «Каманч» стал первым в истории США разведывательно-ударным вертолетом, то есть совмещающим в себе обе этих функции. Ранее в американской армии ударные и легкие разведывательные вертолеты считались разными типами машин, предназначенными для выполнения отличных друг от друга задач. «Каманч» же должен был совмещать в себе всю мощь ударной машины и, благодаря применению новейших стелс-технологий, должен был стать максимально эффективным разведывательным вертолетом. Первый полет опытного RAH-66 состоялся 4 января 1996 года. Первоначально было создано две демонстрационные машины, на которых отрабатывались наиболее сложные инновационные технологии. Корпус вертолета был полностью выполнен из композитных материалов. Обшивка вертолета крепилась на мощном каркасе, была ненагруженной и при повреждениях от снарядов и пуль продолжала сохранять свою прочность. В случае же аварии материалы кабины должны были максимально гасить энергию удара. Экипаж размещался по системе тандем. Пилот находился спереди и обладал отличным обзором, а оператор вооружения располагался на заднем кресле, сохраняя при этом все возможности по работе с целями. В условиях воздушного боя данное расположение считалось очень выгодным. Помимо этого на «Каманче» была реализована концепция «Глаз вне кабины», при которой устанавливались тепловизионная и инфракрасная системы обзора передней полусферы, позволяющие видеть почти в два раза дальше и давать гораздо более четкое изображение по сравнению с аналогичными системами, стоящими на других ударных вертолетах, в частности на «Апаче». Несмотря на всю инновационность «Каманча», новые типы боеприпасов под вертолет не создавались. Внутренние отсеки машины были адаптированы под уже существующие управляемые ракеты «Стингер» класса «Воздух-воздух», а также противотанковые управляемые ракеты «Хеллфайр». Помимо этого вертолет оснащался многоствольной 20-мм пушкой. У «Каманча» имелись дополнительные узлы подвески на подсоединяемых при необходимости крыльях. В такой конфигурации вертолет получал возможность нести до 14-ти «Птур Хеллфайр», что уже было сопоставимо с боевой нагрузкой вертолета «Апач». Особое внимание в новой машине было уделено уменьшению радиолокационной заметности. В соответствии с правилами технологии «Стелс», внешние поверхности фюзеляжа были выполнены в виде плоских граней для рассеянного отражения высокочастотного излучения. Критические участки поверхности выполнены из радиопоглощающих материалов, где были использованы специальные покрытия. Помимо этого подвеска вооружения и 20-мм пушка убирались в фюзеляж. В результате «Каманч» получил эффективную площадь рассеяния в несколько сот раз превышающую по своей эффективности таковую у вертолета «Апач», что давало ему огромное преимущество при работе в зоне действия РЛС противника. Шум несущего винта был уменьшен почти вдвое по сравнению с «Апач», что в теории позволяло вертолету в два раза ближе подкрасться к противнику. Также инновационным было снижение на четверть теплового излучения силовой установки машины. Именно на «Каманче» впервые была использована система подавления инфракрасного излучения, при которой горячие выхлопные газодвигатели смешивались с окружающим воздухом, после чего выбрасывались вниз через две специальные длинные щели, расположенные в хвостовой балке машины. Благодаря этим решениям «Каманч» становился самым технологически продвинутым вертолетом своего времени и настоящим «Раптором» в мире винтокрылых машин. Но, как часто бывает в реальной жизни, проведенные испытания выявили целый ряд серьезных недостатков. В частности, проблемы были в весовых расчетных характеристиках вертолета, а также в его электронной части. Несмотря на отсутствие бронезащиты у «Каманча», из-за его лишнего веса расчетные характеристики, такие как скорость и скороподъемность, оказались ниже заявленных. Компаниям «Боинг и Сикорский» пришлось в авральном порядке устранять возникшие проблемы. По первоначальному плану Пентагона, шесть первых «Каманчей» должны были поступить на вооружение в 2002 году. А к 2010-му в армию США должно быть поставлено уже более 70 машин. К тому времени на проведенные разработки было затрачено уже более 7 миллиардов долларов. Однако, несмотря на сокращение заказа, в 2004 году Конгресс США выносит самой продвинутой винтокрылой машине окончательный приговор, приняв решение программу RAH-66 закрыть. В качестве утешительного приза компании «Боинг и Сикорский» получили около полумиллиарда долларов. А все новые технологии и разработки для «Каманча» отправились в копилку модернизации вертолетов AH-64 «Апач» компании «Макдоналд Дуглас». Принятое американским руководством решение вызвало очень много домыслов не только в США, но и у военных специалистов во всем мире. Считается, что принято оно было в результате детального анализа использования вертолетов в современных военных конфликтах в Афганистане и Ираке, где была указана крайняя незащищенность дорогих и технически сложных ударных вертолетов перед дешевыми ПЗРК и устаревшей малокалиберной зенитной артиллерией. В условиях реальной войны против таких примитивных средств поражения, работающих на небольшой дистанции, дорогие и сложные стелс-технологии, используемые на Каманче, помочь не могли и себя никак не оправдывали. В результате военными был сделан вывод, что для использования в современных войнах Каманч не нужен. Нужно было что-то другое. Что именно вы, наверное, уже догадались. До встречи!